Больше 40 лет он провел на сцене Самарского театра кукол. Здравствуйте, вы смотрите программу Город С, с вами Марьяна Мирная. В гостях у меня сегодня заслуженный артист России, режиссер-постановщик и просто замечательный человек Анатолий Сергеевич Журнаклёв. Здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий Сергеевич, ну, человека с таким опытом работы в театре кукол, это, наверное, днем с огнем не сыскать, наверное, больше таких, как и вы. Вы у нас один на миллион. И в этом году и вы, и мы, и все мы дружно празднуем и ваш юбилей личный, и ваш юбилей творческий, 40 лет на сцене. И вы мужчина, правосможный, 65 лет. Все верно? Конечно, да. Хочется узнать, спросить, наверное, за такой долгий срок на сцене, все удалось попробовать, все удалось прожить или еще впереди очень-очень много всего? Ой, я не знаю, но понятие прожить. Вот мы живем, живем и дай бог, что будем жить. Поэтому как бы все попробовать, не попробовать. А вот один поляк, сто лет назад, я не помню фамилию его, как-то сказал, когда его спросили, что такое актриса. Он сказал, что это женщина в квадрате. Его спросили, что такое актер. Это мужчина, из которого извлекли корень. Так вот, я только сейчас начинаю чувствовать, что корень из тебя начинает извлекать. Ну, просто, наверное, жизнь, возраст, я не знаю что. Вот так мы живем. Вас очень любят дети, и об этом говорят всегда и ваши коллеги, и сами дети, да, они в восторге от того, что вы делаете на сцене, от ваших героев. Вот, например, как Котофей Иванович, узнаю его, да? Правильно, Котофей Иванович? Как, насколько вы, вот, я не знаю, ваше общение с детьми, оно же не только на сцене, наверное, происходит. Вот человек, если 40 лет работает в вашей профессии, актером театра кукол, вы же, наверное, безумно должны любить детей. Нам деваться просто некуда. Мы их по определению любим. Ну, не только, конечно, по определению. Мы питаемся их энергией, попросту говоря. Мы в этом смысле вампиры. Ну, в хорошем смысле слова. Потому что вот тот задор, который они нам позитив дают, я тоже позитивный человек, я очень на это откликаюсь, мне это очень нравится, радостно. Нет, дети, это такой материал, такая глина замечательная. Вот прям бери, лепи все, что угодно. Это, ну, конфета. Вкусная? Да. Сколько ролей вам за эти годы удалось сыграть, и помните ли свою первую? Ой, ролей много, просто уже их невозможно перечислить. Даже некоторые иногда, если вспоминаешь, думаешь, неужели это я играл? Но играл. А первая самая была, самая первая роль была, 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 была. Это я вот играл в «Крокодиле Гена», туристов, которые там бутылки всякие разбрасывали, одним словом, хулиганов. Это было очень жуткое зрелище, потому что не знаешь, с какого конца подойти к этой профессии. Ну, просто у нас Роман Борисович, если вы помните, ну, наверное, были маленькие, когда он, да, но все равно находили в театр. Вот у нас был замечательный наш учитель, педагог, он нас вырастил, режиссер, народный артист. Вот он нас, нас поставил на ноги. Вот насколько это важно, на ваш взгляд, срастись, наверное, душой и телом, получается, с куклой? Какие, и какие куклы вам как-то ближе, может быть, ближе сердцу, ближе рукам? Потому что куклы же разные бывают, и вы, наверное, поработать успели с любыми, да, со всеми видами кукол. Ну, да, куклы, да все они, в общем-то, любимые, потому что вот такая планшетная кукла, которая тут рядом лежит, Котофей Иванович, воевода из спектакля, тростевые, марионетки. Ну, лучше, конечно, вот выражают, как бы, наши кукольные дела, это тростевые куклы верховые, с ними очень сложно работать, но они как раз вот доносят и мысль, и поступки, и характер, потому что их позы, они очень похожи на людей, как бы, и поэтому это самое интересное. Ну, вот что вот эту куклу, ну, ей только потрясти можно, нет, ей можно хорошо, красиво, интересно трясти, но все равно, в любом случае, прыг-скок, прыг-скок, ну, на стол вот сюда, сюда, и она летает по воздуху, это не очень интересно. Ну, марионетка, она привязана ведь, да, как бы, тоже никуда не денешься, вот она у тебя висит вот тут, и тоже ей тоже, ну, она тоже интересная. Вот Лёва Митрофанов, он у вас бывает, это наш тоже режиссер, вот художественный руководитель своего театра, муниципального нашего, он здорово умеет работать с марионеткой, ну, вообще замечательный артист. Ну, это я про марионеток. И марионетки молодцы, и Лев Митрофанов тоже молодец. Да, 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 просто я к тому, что кто хорошо и работает, ну, у нас мало их, но это тоже есть немножко, у нас Колобок, потому что он тоже марионетка, но это жесткая, это немецкая марионетка, ну, они всяко разные, но больше всего мы любим верховые куклы, потому что они, вот она, душа. Кстати, раз уж, да, заговорили о Колобке, есть у нас фрагмент из спектакля «Колобок», предлагаю вместе со зрителями его посмотреть и вернемся, давайте посмотрим. Давайте. Когда-то давно, лет ищу, наверное, я жил на земле, и это все верно, и солнце все тоже, и даже луна, которая ночью на небе видна. Чего? Вот еда. Еда. Вот еда, еда. Ну, еда, еда, еда. Нет, вот еда, 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 я есть не буду. Ты отчего не ешь? Ты отчего меня обижаешь, а? Что мой колобок, бог, стулин? Да кутина, это кутина. Да, кутина, кутина. Я, может быть, потому и ем. Что он хороший, а? Ты посмотри, мордочка у него кругленькая. Кругленькая? А носик? Чего? Чого-чого. Курносенькая. Или ты ребеночек новорожденный? Морносенька. И вот что, Балка, я придумал. Чего придумал-то? Ха! Дед у нас с тобой. Нету? Ой-ой-ой. Давай-ка мы с тобой усыновим Клопка. Правильно. Будет, будет нам на старстве летопора. Правильно. Да, и обогреет. Приголуби. Приголуби. Да, погреет. Приголуби. Да, погреет. Дед? А если он не спросить, он на речку побежит купаться? Эх, эх, эх. Пусть, бабка. Пусть. Правильно. Сыночек ему все, все можно. Приголуби. Да, погреет. Приголуби. Я по городу скрипел, по соседу я петен. На сметане я мешок, да и в масле. Я прижон. Хе-хе-хе-хе-хе. Ой. А как дальше? Вы не знаете, не ведаете? Эх, 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 я не знаю, не ведаю. Ой, а я, по-моему, знаю. Чтобы песню сложить, надо жизнь узнать и весь белый свет повидать. Хе-хе-хе. До свидания, дорогие родители. Вот всегда интересно, как актеры театров кукол умудряются свой голос трансформировать в этом персонаже один, другой, третий. У вас же даже бывает, что в одном спектакле вы работаете с несколькими куклами, и все это несколько образов, несколько героев и разные характеры, и, соответственно, голос, и как это все у вас удается, потому что про вас как раз говорят, что у вас какие-то уникальные голосовые возможности, и вы можете за кого угодно. Мне кажется, врут. Почему? Не знаю, потому что, ну, я об этом, по крайней мере, никогда не задумывался. Ну, с голосом же тоже приходится работать? Ну, конечно, ну, смотришь на куклу, ну, какая она там, ну, нос широкий, вот, как большой у меня, там, не знаю, рот большой, маленький, всего лишь навсего, уши вот такие, там другие, ну, стараешься попасть, просто вот попасть в нее, внутрь залезть, такой вот, как старик Хатабыч в кувшину, вот ты так же пытаешься в эту куклу забраться, и она сама уже потом говорит именно твоим голосом. Ну, это действительно так, потому что вот иногда такое бывает диссонанс, вот просто смотришь, голос идет, и вот кукла, две вещи, они никак не сливаются вместе, и у нас не получается той картинки, которой бы хотелось, и слышать, и видеть. А как это происходит? Ну, никто, наверное, не ответит на этот вопрос. Вот как это происходит? А когда делается кукла на этапе изготовления, ее же делают определенные мастера, да, и мастера хорошие, приходите, смотрите, какие-то, может быть, ну, не рекомендации, наверное, но вот уже начинаете как-то знакомиться с куклой на этапе ее изготовления? Нет, конечно. Ну, надо сказать, что вот раньше хочется опять к Роману Борисовичу Ремзу вернуться к учителю. Ну, на самом деле, потому что он, собственно, нас выпустил вот в жизнь, он нам дал профессию, он молодец. Вот не зря древние, уж тоже не помню, кто говорил, но что к учителю нужно относиться более почтительно, чем к родителю, ибо один дает только жизнь, а другой дает жизнь достойную. Вот поэтому глубокий поклон Роману Борисовичу, спасибо ему за все, что он нам для нас сделал. В то время мы, конечно, не ценили, но зато сейчас, и вот он нас заставлял как раз ходить в цех, что вы, ребята, это вот ваша рука, это ваш инструмент, и вы должны его оживлять, а поэтому сделайте так, чтобы ваша рука не уставала. Он этому тоже учил переносить вот эти все с руки нагрузки там на левую, на правую ногу, ну, как бы распределять по телу. Тоже такая вот химия необыкновенная. Ну, вот это все от него. Сейчас, конечно, этого меньше, потому что цех у нас в другом здании, мы работаем в другом здании, но тем не менее все равно приезжаешь, смотришь, ну, немножко как-то, ну, может быть, с позиции возраста такой и кажется, все-таки хочется, чтобы все собиралось, собиралось такой в плотный комок, а сейчас, кажется, такой, ну, шалтай-болтай у нас немножко, плюс желание переехать в другое здание, ну, такой раздрай немножко существует, но это я так думаю, хотя, может быть, другие нет. Если бы мне сейчас было лет 20, я бы думал, у нас все замечательно, потому что вот этих штрихов и не видно. Видно просто румяное яблочко. Ну, вот когда на актера, на человека актера, да, так скажем, шьют костюм, снимают мерки, чтобы тут, да, все сидело и так далее. А в куклах, если кукла ручная, это, есть вот этот момент, чтобы рука там большая, маленькая, потому что есть же девочки-актрисы, у них ручки поменьше, есть мужчины большие, да, у которых рука побольше. Учитываются вот эти нюансы при изготовлении куклы? Вот какая у вас рука, чтобы она, кукла именно на вашу руку села? Нет, ну, это как бы... Я же не один работаю, скажем, у нас, ну, один, два, три иногда человека на одну роль, а если потом все разбежались, там, новые актеры пришли, они же должны работать. Это инструмент, а инструмент должен быть просто желательно, чтобы вот та ручка, не варежка-перчатка, а вот та, за что ты держишься внутри, загопит. Он чтобы был по руке, ну, чтобы не был большой, чтобы пианино, ну, чтобы рука не тряслась. То есть попросту говорю, тебе же удобно. Я понимаю, там, было бы тебе пианино сделали вот с такими широкими клавишами, да, и хоть носом по ним бей. Ну, должно быть, инструмент должен быть очень удобным. Хочется поговорить об апреле месяце, так скажем, в театре, потому что апрель, ну, посвящен, так скажем, вашему юбилею, репертуар подобран таким образом, что вы прям каждый день на арене практически. Насколько радостно вы восприняли эту новость, и вообще какие спектакли мы сможем увидеть в апреле именно с вашим участием? Вы трудоголик? Ну, есть такой момент. Даже, наверное, другой ответ от меня слышите. Кань, ну кто вообще любит работать в апреле? Это же весна, когда нужно ходить отдыхать. Так что этот праздник можно вычеркнуть из праздников. Ничего хорошего. Надо зимой работать. А летом и весной нужно отдыхать. Побольше. Да, ну радоваться тому, что солнце встало, что ты проснулся. Вообще это счастье, да? Многие же не проснулись. Зато ваши зрители будут рады, несмотря на то, что вы бы отдыхали. Они, конечно, пускай будут рады. И мы не против эту радость доставлять. Я же про себя говорю. И про всех, кто в театре работает. Про всех как раз, кто в театре работает. Вот сейчас идет реконструкция здания. Уже вот ждем все с нетерпением, да, когда удастся туда попасть, переехать. То есть насколько вот хочется уже туда попасть, все обжить, посмотреть, чтобы уже применить, наверное, себя к этим сценам, потому что сцена будет не одна, а две. Ну, дай бог, что все это так случилось. Конечно, хочется. Но вот в то же время, скажем, это у нас здание на Льва Толстого, оно так потихонечку, потихонечку угасает, 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 как бы умирает немножко. И мы работаем, ну, всем известно, в малом зале оперного театра. Вот это же чужое здание, да. Там другая атмосфера, другая аура, там другой зритель. Просто вот на Льва Толстого как бы страшно не было, но это наш зал. Он намоленный. Ну, как в храм прийти, да, вот. На водел какой-нибудь заходишь там, ну да, боженьки висят, иконы висят. А чувств никаких. И вот зайдите, вот старый, да, где атмосфера густая, там ее просто можно трогать, она вот сжать. Так же и наше здание, оно намоленное. Вот что будет в другом здании, ну, не знаю, потому что пока дети придут, пока они вот своими криками, эмоциями наполнят стены, и они пропитаются, и будет такая подушка еще, начнется отдача. Просто артист себя по-другому чувствует. Он более здоровый, он более радостный тогда. А когда, ну вот, ну вот как, вот пришел я в чужое здание, да, какое у меня самочувствие? Да никакого, в принципе. Вы здесь дома, а я нет. Вот когда я стану дома, тогда вот все будет по-другому. Ну, я думаю, что и намолим, и находим, и мы со своими детьми обязательно придем. Зрителям предлагаю посмотреть еще один фрагмент спектакля «Петушок», тоже с участием, конечно, Анатолия Сергеевича. Давайте посмотрим. Сколько лет живу, а такого зверя не видывала? Добрый молодец! Скажи, откуда ты взялся? Как тебя звать и величать-то, а? Эй! А зовут меня... Котофей Иванович! О! Котофей Иванович! И прислан я к вам из сибирских лесов! О! Из сибирских лесов! Да. Воеводою! О! Давай! О! Воевода! Как раз тот самый Котофей Иванович, который с нами здесь сегодня присутствует. Анатолий Сергеевич, такой вопрос. Когда мы ходим на взрослые спектакли, мы люди взрослые, мы там отключаем свои мобильные телефоны, в принципе, стараемся себя вести достаточно тихо. Ну, если это комедия, смеемся, ну, это, наверное, максимум, который мы проявляем в качестве такой непосредственной отдачи. У вас на спектаклях творятся иногда вообще там сумасшедшие вещи, дети и кричат, и включаются в этот процесс, потому что часто спектакли интерактивные, да, там, вы задаете какие-то вопросы ребятам. И вот этот шунгам, который постоянно внутри спектакля присутствует. Как с этим справляться? Это, ну, условность вашей профессии и работы, это хорошо, что вот идет такая отдача? Это значит, детям нравится или, может быть, все-таки есть момент, что мешают? Нет, но если это интерактив, конечно, они там как-то участвуют. В этом они свои эмоции проявляют. Вот я имею в виду просто вот разговорами, там, жестикуляцией. Но когда это нормальный спектакль, когда вот просто идет, а наши сказки, они замечательные, да, они принимают участие, но они у них сердечко, они переживают, у них сердечко трясется, и они вот, вот это самое главное вообще-то в театре. Ну, а мы, мы для этого как бы ничего не делаем, мы просто им рассказываем удивительные истории, которые они должны там как-то переосмыслить и что-то в себе внутри оставить. Хотя, правда, вот сейчас, ну, судя по той драматургии, а ее, собственно, вообще нет никакой для куколин, детского театра как такового драматургии, ведь нет уже ничего. У нас была одна формация, потом стала другая формация, все изменилось, страна изменилась, жизнь изменилась, изменилась, и поэтому как бы тут есть напряжение такое, ну, непонятки, а что рассказывать детям? А о чем? Про капитализм? Нет, ну, они живут-то ведь, да, в деньгах сейчас как бы, и должны про это знать, а как им это интересно рассказать, чтобы они там не стали, ну, алчными, жадными, какие-то хищными. В качестве режиссера-постановщика выступали, может быть, вы в качестве драматурга еще хотите выступить? У вас есть, может быть, мыслик, что написать что-то именно для детского, для театра кукол? Ну, ну, правда, вот песенки, которые мы слышали в кладке, это я их написал. Ой, как здорово. Так что опыт-то, в общем-то, есть, и... Ну, я думаю, что вы задумаетесь о моем предложении, мне кажется, что может получиться. Анатолий Сергеевич, времени немного, а вопросов очень много. Вы бываете на фестивалях, на каких-то конкурсах, и получаете престижные завоевываете и для себя, и для театра награды. Вот хочется спросить, насколько различается театр кукол в России и в других странах? Вот, например, в Чехословакии как раз вы были отмечены даже благодарственным письмом советника посольства, вот, как мне рассказали. В Венгрии, Сербии, Хорватии, много стран. Какие там кукольные театры? Какой у нас? Мы похожи или мы разные? Нет, это вот то, что они имеют, это некий такой осколочек нашего русского театра. Там, ну, практически, там самодеятельность, просто говоря. И поэтому, когда приезжаешь, ну, смотришь, ну, да, имеет место там что-то, нечто. Они как-то возятся в каких-то своих формах, нам абсолютно непонятных. То ли они там все, ну, во-первых, и нация, как бы, у них они единые сейчас, да, непонятное, что это такое. Мы все-таки, у нас русский мир, у нас русские сказки, у нас страна-то. Закричишь, а их, ё-о-о-о, где-то там эхо кончится, никто не знает просто. А там просто, боишься, чихнешь и кого-нибудь убьешь. Ну, просто буквально ряд. Нет, серьезно. Ну, вы же все тоже знаете, настолько тесно вот все это, да. Ну, да, интересно, ну, сколько там, ну, 20 минут посмотрел, все. Больше нет ничего. А есть еще какие-то, кроме нашего русского, вот, нашей русской, так скажем, школы, еще какие-то, на которые стоит обратить внимание? Нет, они вот раньше были, Болгарская очень замечательная была, Венгерская была замечательная, у них театр вообще тоже шикарный, еще и здоровый, там шестиэтажные здания, там лифты бегают, там они прямо если на сцене это озеро, то озеро буквально натуральное, там вода, и там все по нему плавает. Ну, это то, что мы видели сами, это, конечно, здорово. Ну, просто сейчас вот все потихонечку, вот, на фестивалях мы, ну, что видим, ну, там просто смотреть-то нечего. Ну, то есть мы впереди планеты всей? Да. Слушайте, ну, здорово. Есть еще у нас один фрагмент, очень хочется показать в нескольких ролях Анатолия Сергеевича. Давайте еще посмотрим один фрагмент, и еще немножко времени на беседу у нас останется. Ой, давайте. Летание пилота. Ваше призвание, певода, партий, Выйдет, подышки, будете мне приносить, А я в вашу честь буду в небе кружить. Дмитрий, лапы крочат, мисс Маус, не то я. Что ты? Ты, маленький, жалкий крот, Да я тебя сейчас, как же? Шлифт! Простите, мисс Маус, что я не смог прийти раньше, чтобы спасти вас. Да вот, никак не мог найти свою шляпу. А зачем вам шляпы, мистер Волк? Да видите ли, мисс Маус, я хотел быть, Ну, хоть немножко похожим на джентльмена, чтобы... Чтобы что? Да и чтобы понравиться вам, мисс Маус. Ах, мистер Волк, да вы и так мне очень нравитесь. Что? А я это... А вы... А вы бы так не нравитесь, мисс Маус? Да, 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 как же, Какая же ты была глупая, что не замечала этого раньше. Да нет, 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 вы не глупая. А я это... А я не джентльмен, я просто и верный. Не смог, да не смогу! Коё! Скажите, вы станете моей женой? Да вы... Вы такой смелый, такой храбрый, Да вы и есть настоящий джентльмен! Ну как я могу вам отказать? Я согласна! Согласна! Анатолий Сергеевич, за столько лет работы и вообще за работу со стольким количеством кукол, сыграв в стольком количестве спектаклей, есть что-то, чему вот вы можете сказать, что вы научились именно благодаря своей профессии, благодаря этой работе, и это очень важная цена в жизни? Минуточку у нас остается. Я даже не знаю, что на это ответить, потому что как бы вот вся моя жизнь, это вот то, что Роман Борисович, опять скажу, вложил в нас. И поэтому еще раз спасибо. Ну какое-то особое мастерство, я не знаю. Ну просто нужно любить свое дело, во-первых. Это очень важно. И просто к нему относиться. Ведь Роман Борисович нам всегда учил, нас и всегда говорил, что вот любой куклой, любым предметом, который ты берешь и пытаешься выйти на сцену, нужно просто пахать ассоциативное поле, чтобы человек смотрел и понимал, что ты вот этим своим движением, вот этой своей тряпочкой, вот этим предметом, который ты держишь в руках, что ты хочешь сказать людям, что ты преподнести там, какую эмоцию, я не знаю, дать, хорошую, улыбку, грусть какую-то. Спасибо вам огромное, что пришли. Время наше, к сожалению, заканчивается. Мы вас еще раз поздравляем с юбилеем. Обязательно, уважаемые зрители, в апреле посещайте Театр кукол, смотрите спектакль с участием Анатолия Сергеевича Жорноклева. А с вами прощаюсь до следующей пятницы. Проведите время с удовольствием и с пользой. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова